процесса. Для нас очень важно, чтобы вы не просто сидели в аудиториях, слушали лекции. Для нас важно, чтобы вы были включены в проекты, чтобы вы видели, как теория работает на практике. И поэтому вы будете участвовать в большом количестве проектов, вы будете встречаться с практиками. И это позволяет как раз нам убирать ту пропасть, которая зачастую образуется из-за того, что студенты сидят в аудитории, а там за окном совершенно другая жизнь. В вашем случае, если большинство из вас наверняка будет работать, тем не менее это тоже важно. Вы все ориентированы на карьерный рост. И очень часто бывает так, что практики, которые приходят, и если они видят, что студенты проявляют себя активно, они приглашают их на работу, на лучшие позиции. По проектам, по партнерам, я думаю, чуть подробнее будет уже в рамках каждой программы. Да, дальше. Равные возможности для всех студентов. Я уже говорил, что вы будете студентом всей высшей школы экономики. И поэтому для вас будут единые сервисы. Вы будете участвовать в процессах, проектах, которые реализуются в целом во всей вышке. И, к примеру, можно сказать о цифровых компетенциях. Все наши студенты должны во время обучения сформировать необходимый уровень цифровых компетенций. Это сейчас на рынке труда является такой вещью, которая очень высоко ценится. И в высшей школе экономики разработана концепция обучения этим цифровым компетенциям, которые сейчас копируют и другие университеты. Поэтому цифровые компетенции формируются у всех студентов высшей школы экономики. В том числе они будут сформированы у вас. То же самое касается иностранного языка. Ярмарка проектов – это площадка, с помощью которой вы будете выбирать проекты, в которых вы хотели бы участвовать в рамках курсов и за пределами этих курсов. Мобильность, не карьеры, единый диплом, не УШ, равные возможности для всех наших студентов. Дальше. И то, что я говорил, в принципе можно считать отличительными особенностями высшей школы экономики, ее преимуществами. Но могу также еще раз подчеркнуть, для вас скорее всего наиболее важна будет эта связь с работодателями, это проектный метод, это обучение очень прикладным вещам. IT-составляющий в каждой образовательной программе, у всех формируются цифровые навыки, то, что мы называем Data Culture, умение работать с данными. Вышка выстроила феноменальные связи с международными партнерами. Если вы ориентированы на международную карьеру, либо на академическую карьеру, вы с легкостью сможете наладить диалог с нашими учеными, которые из других университетов, но взаимодействуют с высшей школой экономики. Для этого у вас должны быть соответствующие амбиции. Если они у вас есть, то Вышка дает вам возможность поучаствовать в работе международных лабораторий и взаимодействовать с учеными со всего мира. Дальше. Ну, мы увидели, что большинство из вас из Нижнего Новгорода, и насколько он прекрасен, я думаю, что не стоит рассказывать, поэтому мы можем пойти дальше. И теперь непосредственно о тех программах, которые у нас есть на базе СФПО. У нас есть программная инженерия, у нас есть экономика, и здесь я должен сделать небольшой комментарий. В пятницу на прошлой неделе в Москве утвердили переименование этой программы, теперь она называется экономикой анализ бизнеса. Мы пока не имели права отразить это на слайде, но сейчас это экономика управления бизнесом, и новое именование будет теперь фигурировать и на сайте, и на всех информационных ресурсах. Дальше. Также обновленная программа управления бизнесом и юриспруденция. Подробнее вы сможете узнать о программах в общении с академическими руководителями. Вот и они. Елена Вячеславовна Рябова ждет вас на разговоре с образовательной программой экономикой анализ бизнеса. Любовь Сергеевна Данилова управления бизнесом. Наталья Владимировна Асеева образовательная программа программной инженерии. Она является и деканом этого факультета, поэтому она со всех сторон максимально подробно может вам рассказать об этой программе. И Лариса Александровна Лушина, юриспруденция, образовательная программа. Там также были значительные изменения в последнее время, о которых вы также сможете узнать. Дальше. Чтобы нам было удобно вас распределить по кабинетам, попрошу переименовать себя следующим образом. В зависимости от того, в какой кабинет вы хотите попасть, в какой программе вам нужно следующей манипуляцией сделать. И сразу скажу, что у экономики управления бизнесом будет единый кабинет, потому что мы понимаем, аудитории этих программ сильно пересекаются. Вы захотите узнать, чем программы отличаются. Поэтому вы будете в одной комнате, но тем не менее вы также свой приоритет здесь должны обозначить. Давайте попробуем сейчас переименовать себя и указать, о какой образовательной программе вы хотите сегодня узнать больше. Нина Александрович, спасибо. Можно воспользоваться на нижней панели. Ирина Чеслана, верните, пожалуйста, предыдущий слайд. Да, разделом участники. В этом разделе найти себя с помощью правой кнопки мышки, кто работает с компьютера, с ноутбука. Найти опцию переименовать и добавить аббревиатуру тех программ, которые вам интересны. Если у вас по той или иной причине не получится это сделать, не переживайте, мы поможем вам себя переименовать и затем отправим в соответствующий кабинет для того, чтобы вы действительно получили ответы на вопросы, которые содержательные, которые касаются той программы, на которую, мы надеемся, вы будете поступать летом 2021 года. Ну а сейчас о процедуре поступления в Национальные исследовательские университеты Высшей школы экономики в Нижегородский кампус расскажет Ирина Вячеславовна, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Высшей школы экономики. Ирина Вячеславовна, вам слово. Ребята, добрый день. Меня зовут Ирина Вячеславовна, уже неоднократно здесь меня представили. Сейчас я вам расскажу об особенностях приема этого года, как раз на те образовательные программы бакалавриата, на которые можно поступить после СПО. Основным регламентирующим документом у нас является для поступления в бакалавриат, это федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Далее в августе этого года вышел новый порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования, программ бакалавриата. Перечень вступительных испытаний у нас опубликована на нашем сайте. И на основании порядка приема на обучение в высшей школе экономики были приняты правила приема в Национальный исследовательский университет высшей школы экономики по образовательным программам высшего образования, программ бакалавриата по очной, заочной и заочным формам обучения. Информацию, которую мы уже опубликовали на сайте, которая касается непосредственно вашего поступления, в первую очередь была объявлена 1 ноября этого года. Был вывешен перечень направлений подготовки образовательных программ бакалавриата. Вы все это видели уже на слайде. И направление подготовки, и образовательные программы. Состав вступительных испытаний уже определен и вывешен по каждой программе. Минимальное количество баллов, которые необходимы для успешного подтверждения прохождения вступительных испытаний. Сроки приема документов уже обозначены, а также количество мест для приема по каждой образовательной программе. В феврале 2021 года мы узнаем, какая будет стоимость обучения, что будет также опубликовано на сайте. И до 1 июня 2021 года мы опубликуем расписание вступительных испытаний, критерии предоставления скидок, а также условия предоставления мест в общежитии. Что касается общежития, в первую очередь, это я обращаюсь к тем ребятам, которые не из Нижнего Новгорода. В этом году, скорее всего, предоставится возможность, учитывая то, что мы с этого года арендуем очень благоустроенное, комфортабельное новое общежитие, так вот, предоставится возможность обеспечить местами в общежитии ребятам, которые приезжают к нам учиться по очно-заочной форме обучения, более подробную информацию об наших общежитиях, о стоимости проживания в общежитии, об условиях проживания в общежитии, вы можете увидеть на нашем сайте, зайдите на страницу общежития, там все очень подробно описано. Какие необходимы документы для поступления после СПО? Ну, в первую очередь, это, естественно, паспорт или иной документ, удостоверяющий вашу личность, документ об образовании, то есть диплом о высшем или среднем профессиональном образовании с приложением к этому диплому. Если у вас есть какие-либо изменения фамилии, имени или отчества, вы точно также прилагаете это к документам, фотографии прилагаете, две штуки, а также с этого года при наличии, но необходимо будет предоставить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Почему на этом я акцентирую ваше внимание? Потому что конкурсные списки теперь на сайте будут вывешиваться без обозначения фамилии, имени, отчества. Будет указываться либо номер СНИЛСа, о котором я сейчас говорила, либо будет иной идентификационный, регистрационный номер. Это уже в процессе поступления будет понятно, но иными словами, фамилии, имя, отчества с этого года в конкурсных списках на сайте не указываются. Что касается срок приема документов. Начало приема документов 18, как вы видите здесь, июня, и завершение приема документов на очно-заочную форму обучения 10 сентября. С 12 июля и по 10 сентября будут проходить вступительные испытания. График вступительных испытаний будет составлен приемной комиссией и вывешен на нашем сайте, так что обращайте на это внимание. Там будет несколько этапов, в какой из этапов вам будет удобнее принять участие в вступительных испытаниях. И 10 сентября точно так же это дата, последний день проведения вступительных испытаний, также это дата завершения подачи заявлений о согласии на зачисление. При наличии вакантных мест у нас может быть открыт дополнительный прием по вашим программам. Дополнительный прием откроется с 1 ноября 2021 года и закончится прием документов 13 декабря следующего года. 14 декабря это завершаться вступительные испытания и приказ о зачислении при условии дополнительного приема должен быть опубликован 27 декабря. Так что на это тоже обращайте внимание. Конкурсные списки у нас публикуются на сайте, начиная с первой даты проведения вступительных испытаний и обновляются эти конкурсные списки у нас ежедневно не менее пяти раз в день с 9 утра и до 6 часов вечера, то есть до 18 часов. Вступительные испытания и список вступительных испытаний, минимальные баллы у нас опубликованы на сайте. Программа вступительных испытаний у нас также опубликована на сайте, вы можете ознакомиться с программами, если пройдете на нашем сайте на странице каждый образовательный программ-бакалавриат, который вас интересует. Ну вот что касается программы экономика, вы видите, должны будете сдать математику русские общества знания, минимальный балл по каждому предмету 50 баллов, то есть вы должны по каждому вступительному испытанию получить не менее 50 баллов. 49 это уже будет считаться неудовлетворительной оценкой. Форма проведения испытаний у нас это письменное тестирование. Письменное тестирование, бояться этого не стоит, потому что даже программы рассчитаны на, все-таки программы построены таким образом, что вы очень легко и с этой программой справитесь и письменное тестирование пройдете. И обращу ваше внимание, что когда будет опубликовано расписание вступительных испытаний, у нас перед каждым письменным тестированием, перед каждым экзаменом обязательно проводятся консультации. На этих консультациях очень подробно рассказывается о том, что будет входить в это письменное тестирование, как будет проходить экзамен. И, в общем-то, на этих консультациях даже можно будет проработать какие-либо варианты прошлогодних вступительных испытаний, для того, чтобы вы как-то сориентировались по ситуации. Вы можете сдавать вступительные испытания, которые проводят Высшая школа экономики самостоятельно, вне зависимости от того, принимали вы участие в ЕГЭ или нет. А также наряду со вступительными испытаниями вы можете использовать и результаты единого государственного экзамена, если вы на него запишетесь, если вы хотите сдавать ЕГЭ. И при наличии нескольких действительных результатов ЕГЭ по предмету, либо у вас будет ЕГЭ и результаты соответствующего вступительного испытания, то в качестве результата вступительного испытания будет засчитываться наиболее высокий балл из тех, которые у вас имеются в наличии. Так как вы поступаете на платную программу, то у нас устанавливаются определенные скидки при оплате обучения на момент заключения договора, а скидка предоставляется и предоставлялась на данный момент в размере 15%, если поступающий являлся выпускником колледжа или техникума, партнер Высшей школы экономики по профильной специальности, и если этот абитуриент имел рекомендацию педагогического коллектива от колледжа или техникума. Нашими партнерами на сегодняшний день являются 4 колледжа техникума. Это Нижегородский губернский колледж, Нижегородский автомеханический колледж, Нижегородский радиотехнический колледж и Выксунский металлургический колледж имени Козератского. Но Вы обратите и обращайте в дальнейшем на информацию, которая будет публиковаться на нашем сайте, потому что возможные изменения, которые мы внесем в начале следующего года в положение о снижении стоимости образовательных услуг, то есть процент скидки может меняться, и скидка может предоставляться еще по каким-либо иным основаниям. Так что эту информацию имейте в виду. Если, ребята, у вас еще остались какие-либо вопросы, вы можете писать их в чате, задавать вопросы в чате, вы можете задать вопросы непосредственно голосом, либо сейчас пройти в кабинет образовательных программ и уже более детально и более предметно переговорить на те темы, которые вас интересуют, задать все вопросы академическим руководителям программ. Спасибо, Ирина Вячеславовна. Спасибо. Да, остановите демонстрацию экрана, верните нас в удобный формат общения. Спасибо большое. В чате вопросы были связаны со стоимостью обучения. На данный момент мы можем ориентироваться на стоимость, которая была утверждена на 2020 год. Ирина Вячеславовна ответила, да, есть информация в чате, она у нас зафиксирована и на сайте. Сейчас обсуждаются варианты изменения, и в частности они будут касаться новых оснований для скидок абитуриентов, поскольку мы понимаем, что наша география расширяется, у нас появилась возможность предоставления общежития, поэтому будем искать новые основания для того, чтобы они были удобны и комфортны не только для выпускников нижегородских колледжей, но и для тех наших абитуриентов, которые заканчивают колледжи и техникумы в других регионах. Об этом информация на сайте появится и будет объявлена в феврале. Как об этом уже говорила Ирина Вячеславовна, более, наверное, детальную информацию, в том числе и о стоимости, и о том, каким образом скидка продлевается, или она объявляется только на первый год обучения, вам расскажут академические руководители в сессионных залах, когда у вас будет возможность задать вопросы и обсудить не только стоимость, но и содержание, и самое главное, те компетенции, которые вы получите, когда будете завершать обучение в бакалавриате по очно-заочной, заочной формам обучения. Итак, сейчас у всех участников появилась возможность включить микрофон. Если есть такие, такого рода вопросы, которые требуют обсуждения на всю аудиторию в общем зале, пожалуйста, включайте микрофон, задавайте смело. Мы попытаемся найти ответы на ваши вопросы. Пока ребята, возможно, думают о вопросах, я хочу дополнить то, что в этом году мы кардинально изменили наши программы, очень заочные и заочные. Мы переместили их с факультета профпереподготовки и повышения квалификации на основные факультеты. То есть речь идет о факультете информатики, математики, компьютерных наук, экономики и менеджмента. То есть вы будете поступать на основные факультеты, это означает, что, опять же, вы будете включены во все основные активности, которые проходят на факультетах. Мы это сделали специально для того, чтобы вы почувствовали жизнь именно на своем факультете, чтобы вы не существовали автономно, отдельно. То есть вы полноправные участники жизни факультета. Это важно. По поводу скидки здесь есть вопрос. Да, там скидка устанавливается на весь период обучения. Потерять скидку возможно при условии академической задолженности, впрочем, как и на любых других формах обучения. Тем более, что поскольку у нас очень заочные формы обучения программы переехали на факультеты, то в данном случае требования становятся тоже едины. Но они, в принципе, были едины, поскольку и на очных формах обучения у нас есть студенты, которые оплачивают по договору свое обучение, и тоже на них распространяется определенный набор скидок. Но надо сказать, что выпускники колледжей у нас иногда поступают и на 4-летний очный бакалавриат. Такая возможность тоже у вас сохраняется. То есть у вас есть выбор между программами очного обучения и программами очно-заочного обучения. Но об этом, наверное, уже тоже чуть подробнее в сессионных залах. Итак, если вы готовы к виртуальному перемещению, тогда сейчас на экране появится приглашение. Вы его принимаете и перемещаетесь вместе с экономическими руководителями в кабинеты, в которых пойдет уже содержательный разговор об особенностях образовательных программ. Еще раз, если вам не удалось себя переименовать, дождитесь в течение пяти первых минут. Мы поможем вам переименовать, мы вас переименуем и тоже отправим в необходимый кабинет. Итак, всем удачного виртуального полета. Удачи! 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 Удачи!